Всем привет! С вами я, Алиса. Надеюсь, вы скучали по обзорам. Итак, сегодня то самое долгожданное видео, в котором я совмещаю несколько рубрик моего канала. Распаковка по ссылке, обзор и сравнение. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик под видео, чтобы первым получить новинки моего канала. А все ссылки на мои социальные сети для общения будут в описании. Помните также, что все быстрые ссылки на мои последние новинки есть в кликабельных иконках сразу после видео. Что ж, сегодня мы будем распаковывать эту коробку от Мотелла. И, судя по этому гербу, там лежит куколка Эвер Афтер. Ну что ж, давайте распаковывать. Все довольно просто. Давайте посмотрим. Итак, ух ты! Посмотрите, тут лежит бюджетная Кристал Винтер, Дочь Снежной Королевы из серии Эпик Винтер с плейсетом Винтер Спарклайзер. Сегодня мы его и протестируем. Хочу отметить, что кукла лежит не в цветастой коробке за 30 долларов, а в достаточно чистом, аккуратном боксе в виде посылки. Такую технологическую упаковку американцы назвали frustration-free, что переводится примерно как без разочарования. Да и какое тут разочарование! Приобретение этого набора обошлось в 7 долларов, то есть около 420 рублей без доставки в Россию. Вы сами понимаете, что эта цена просто ничтожна. В нашем же случае магазин приобрел их у оптового американского продавца, который предлагал набор в технологической упаковке. Может быть это связано с тем, что в таком виде куклы поступают в Америку из Индонезии или Китая, а потом их в США переупаковывают в официальные красивые красочные коробки и уже отправляют на витрины, соответственно умножив ценник в 3-4 раза. Возможно! Но это секрет Мотел, так что чшш, я вам этого не говорила. Кстати, хочу добавить, я тут случайно увидела на Волмарте, что астронома с плейсетом из серии Буйорк Буйорк продавалась аж по 5 долларов. Это же около 300 рублей. В России за такую цену подделку-то не купишь, а тут летающая кукла и набор в 2 кило веса. Это же офигеть можно! Но-но-но-но-но, не все так просто, как кажется. Такая цена будет только в том случае, если вы сами лично в Америке найдете такой магазин, где случайно завалялась такая кукла-астронова за 5 долларов. Через интернет такую покупку сделать невозможно. В общем, в России думать об американских ценах – это затея бесполезная. Да и как я вам уже ранее говорила в другом своем обзоре, доставка в Россию 2 кило кукол будет стоить вам в лучшем случае не менее 30 долларов. Плюс таможня, ну и другие издержки. В общем, как ни крути, а в Россию товар задаром все равно не попадет. Однако я отклонилась от темы. Передо мной бюджетная кукла, которая находится в такой вот картонке, а сам магический шкаф в отдельном пакетике. Так как большинство людей сразу после вскрытия куклы выкидывают внешние коробки, то можно приобретать и такой вариант технологической упаковки. Поэтому, чтобы удешевить стоимость товара, мы решили заказать именно такую версию. Сделана она официальным отелом и отличается лишь тем, что не все так пафосно упаковано. А разница в цене, сами понимаете, в магазине Бельвикс вы можете приобрести набор за 2 тысячи, но в технологической коробке, а в других магазинах у конкурентов около 4-5 тысяч за такую же куклу и набор. Но в красочной коробочке, сами понимаете, экономия в два раза. Поэтому я считаю правильным решением закупку подобных упаковок, так как сама кукла внутри не шарнирная. А как вы знаете, таких кукол к себе в коллекцию я не покупаю. Но если вы, к примеру, купите отдельно шарнирную Crystal Winter и поставите ее в этот же самый Sparkliner Box, то и бюджетную куколку отставить в сторонку будет не жалко. Ну а если вам и покупаться, и поиграть, то этот вариант очень даже неплох. И тут главный принцип магазина Бельвикс. Это, конечно же, низкая привлекательная цена. Итак, наконец, переходим к распаковке содержимого. В пакетике лежали такие детали, как розовый тюбик с клеем, голубая кисточка, пакетик с блестками, кольцо в форме снежинки в фиолетовом окрасе, серебряное украшение кукли, сумочка для Crystal, подставка для совушки, ну и сам очаровательный питомец Crystal. Ну а также два набора наклеек с вихрями и снежинками в голубом и розовом цветах, которые можно наклеить на сову или на саму Crystal Winter в плейсете Winter Spark Lizer. Подставка или расческа в набор не входит, поэтому мне пришлось позаимствовать ее у других иверяшек. И да, я первый раз в руках держу куклу, не шарнирную в руках. Кстати, кукла может двигать руки только вперед и назад, а махать руками вправо и лево ей не дано. У нее в наборе есть совушка, которая может сидеть на руке куклы, как сказано в инструкции. Но, как вы видите, это не очень-то смотрится, поэтому эту совушку я надену на первый выпуск. Вот это уже дело, тема, и очень выглядит клево. Хочу отметить, что у куклы есть три вещи, которые можно снять с нее. Это голова, юбка и обувь. Помимо шарнирной Crystal Winter из серии Epic Winter, компания Mattel решила выпустить вторую версию, бюджетную не шарнирную куклу с плейсетом Winter Spark Lizer. Украшения Crystal Winter упрощены, нет ее тиары, а волосы кажутся более скудными в бирюзово-синих тонах. А волосы у нее наверху сильно-сильно залачены. Прошивка Crystal для бюджетной куклы очень даже неплохая, но, конечно же, не сравнится со своим первым выпуском. Теню голубовато-фиолетовые, даже с блесточками, а губы окрашены в нежно-розовые с блеском. По лицу бюджетная Crystal является точной копией самой первой куклы. Кожа Crystal сделана словно изо льда, как и у базовой куклы. Одна ручка Crystal согнута, а вторая просто выпрямлена. Шарниров в локтях и кистях нет, потому что кукла, к сожалению, является игровой. На шее серебряное украшение с кристаллами. Больше украшений у девчонки нет. На теле бюджетной версии Crystal Winter находится фиолетовый купальник или же боди со снежинками на резинке. Молдированный и покрашенный по телу. А из тканевого только юбочка с ледяным причудливым узором из бело-фиолетово-голубой гаммы. Ножки куклы шарнирные и движутся хорошо, и это прекрасно! На ножках Crystal Winter розовые открытые туфельки с розочками. Так как кукла предназначена для игр с блестками, выполнена она максимально просто. Плейсет представляет из себя голубую емкость с подставкой для куклы, снежинками поверху и прозрачной пластиковой дверью с ручкой. Внешне он напоминает очень красивую, оформленную в зимнем стиле душевую кабину. По бокам и снизу шкафчик украшен кристаллами льда, а низ украшен снежинками и серебряными кнопками. Справа ручка с голубой снежинкой. Благодаря этому плейсету блестки покрывают куколку словно снежинками и украшают ее тело. Также кристалл идет маленький питомец, фиолетовая совушка с морозным узором на перышках. Давным-давно Мотелл уже выпускал подобный набор, но в линейке кукол Барби из мультфильма 2010 года «A Fashion Fairy Tail» или же «Сказочная страна моды». На тот момент он назывался «Глитрайзер Барби», то есть волшебный шкафчик для одежды, который превращает жизнь гламурных девчонок в модную сказку. Если вы являетесь фанатом Барби, советую посмотреть этот мультик. Лично я очень заинтересовалась и постараюсь найти время для его просмотра. Да и сам мультик идет около часа. Выпускался он так же, как и в случае с Кристалл, с куклой в наборе и дополнительными аксессуарами. Помню, я покупала отдельно только шкаф, так что куклы у меня нет. Да и правильно, можно обсыпать блестками абсолютно любую куклу любой марки. Набор в малиновых тонах. Открывается очень легко вот таким вот движением. Он на батарейках. Ну а чтобы блестки разлетались на одежду и куколку, надо закрыть на щелчок шкаф и нажать на эту кнопку. И вуаля! Набор Ever After High чуть ниже. В целом, повторяет первый выпуск Барби. Ну а теперь будем тестировать этот набор. И для этого нам понадобится инструкция, в которой каждый шаг подробно описан. Кстати, вам также пригодятся 4 батарейки, которые надо заготовить заранее, и потом установив, вставив в основание. У меня же батарейки находятся вот в этом наборчике. А так как, чтобы достать их, нужна отвертка, которой у меня сейчас, к сожалению, нет, поэтому придется тестить на этом вот наборе от Барби с Crystal Winter первого выпуска. Будем ее облагораживать. И первое, что нам нужно сделать, это нанести по капле клея из тюбика на те места, которые будут покрываться блестками. Второе. Приклеить каплем клея наклейки. Третье. Заправить прибор блестками. Внизу кабины открывается небольшой ящичек, куда можно расположить эти блестки. Четвертое. Поместить куклу или любой подходящий по размеру предмет в кабину. И пятое. Закрыть дверцу и, наконец, нажать на кнопку серебристого цвета. Защелкиваем на замочек и нажимаем на кнопочку. И вот в установке поднимается настоящая снежная буря! Па-бам! Обожаю! Остатки роскоши можно со стен вот так вот снять с помощью кисточки. Я же взяла кисточку для ремонта, но не важно. Чтобы потом вторично их использовать. Вот такой вот крутой набор для творчества. Можно украсить кристалл и других кукол своими руками и получить удивительную вещь, не похожую на все другие. Набор вам поможет украсить много забавных вещей, вплоть до ручек, карандашей, очков и тому подобное. Уверена, что вас ждет прекрасное и увлекательное времяпрепровождение. Единственное, что хочу отметить, набор является игровым. Для девочек лет 5-7. Да и кукол Кристалл без шарниров вряд ли понравится взрослым коллекционерам кукол. Но на все есть своя цена. Напишите в комментарии, нравится ли вам куколка и хотите ли вы этот сет к себе в коллекцию. А у кого он уже есть, отзовитесь. Буду рада почитать ваши комментарии и, конечно же, поотвечать на них. И не забывайте про мои соцсети, страницу и группу ВКонтакте и два моих Инстаграма. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и ставьте лайк. Кликайте в конце видео на ссылки с другими интересными видео моего канала. Всех вас очень-очень люблю. Be cool and crazy. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok